земляника садовая или клубника лишь условно полезная ягода давние много полезных веществ которые могут улучшать состояние вашего здоровья но чтобы их получить реально и получать пользу важно знать некоторые особенности и просмотрев это видео до конца вы узнаете как правильно выбрать клубнику как правильно обработать клубнику перед употреблением в пищу и как лучше употреблять пищу в случае тех или иных заболеваний как и часто в зависимости от пола от возраста от особенностей образа жизни на первое место безусловно ставится выбор клубники ее можно выбирать она может быть разной и для еды и для консервирования для приготовления различных блюд безусловно в любом случае клубника должна быть только полностью спелы и для еды это принципиально иную клубнику лучше не использовать если клубника где-то была примята будучи сочной ягодой там разрушаются клетки и до вас клубнику начинают кушать патогенные бактерии вначале начинается там брожение потом гниение и в случае употребления этой клубники в пищу если вы чувствуете вздутие живота урчание то микрофлора которая в вашем кишечнике жила она с пришельцами начинает активно воевать это лишь у вас есть явление так или иначе диск бактериоза кишечника это не самая простая ситуация такие видео есть на моем канале вы можете их посмотреть а клубнику спелую лучше покупать все-таки в корзинке будучи сочной она легко подвергается механическому воздействию и соответственно вы теряете биологически активные вещества заложенные исходно в этой клубнике в любом случае а в корзинке она хранится достаточно долго выдерживает достаточно длинную дорогу и чем меньше сока вы потеряете перед употреблением клубники тем больше пользы для вас что вы делаете с клубникой принеся домой ее нужно обязательно замочить не удаляя хвостики это принципиально время замачивания 30 40 минут может быть час все зависит от той видимых загрязнений которые находятся на клубнике ведь клубника все-таки растет у земли и в случае полива либо дождя либо просто ветреную погоду частицы земли легко попадают на эту ягоду она достаточно такая интересная по структуре к ней многое прилипает не говоря уже о том что сок достаточно сладкий он тоже способен удерживать на поверхности клубники и частицы земли и патогенные бактерии и яйца возбудителей глистники или паразитарных инвакций то есть это достаточно такой интересный набор который может перемещаться на клубнике если вы используете учитывая сочность ягоды без термической обработки то вы рискуете познакомиться с теми или иными заболеваниями количество микроорганизмов которые могут перемещаться таким образом виды их не поддаются учету паразиты их проще пересчитать порядка 150 видов паразитов могут жить в организме человека и подавляющие большинство переносит так называемый фекально-оральным путем яйца паразитов могли находиться просто на земле около которой растет клубника яйца паразитов могли перемещаться на мышевидных грызуна которые бегают примерно в той же области они находятся тоже бегают по земле тоже могли каким-то образом повлиять на клубнику и быть фактором заражения хозяин плантации вряд ли держал зонтик все время вегетации клубники и птицы могли тоже кое-что внести как каким-то образом свою лепту в эту ситуацию поэтому самый простой способ это замочить все-таки механически таким образом вы можете очистить клубнику сделать ее более безопасной для вашего здоровья или можете использовать приборы называется озонаторы озон хорошо окисляет и бактерии и яйца паразитов и вирусы которые могут находиться в этой же среде и химические вещества которые могли снаружи попасть на клубнику и обогатить таким образом ее химический состав создав опасности для вашего здоровья после замачивания после такой своеобразной дезинфекции вы можете удалить хвостики клубники и использование дальше зависит уже от того что вы хотите сделать вы можете использовать пищу вы можете использовать приготовление различных блюд вы можете заморозить чтобы продлить сезон клубники для себя если вы выбираете клубнику для варенья вам принципе подойдет любая даже мятая даже подтекшая потому как термическая обработка она способна уничтожить и бактерии и яйца паразитов и вирусы только грязь нужно немножко отмыть от такой клубники принципе она готова для дальнейшей обработки да безусловно вы потеряете часть витаминов но опять таки вы продлите сезон клубники вы можете ее использовать вне сезона как правильно использовать клубнику в пищу тоже очень важный вопрос ну любая ягода на поверхности находятся семена и в принципе в зависимости от того насколько плотно они находятся на поверхности вы можете предположить спелость клубники если клубника не спелая она зеленая она не успела полностью развиться то семена будут находиться плотно как щетинки на этой клубнике если клубника хорошо росла ей хватало и воды и солнца и тепла то семена будут на ее поверхности но на определенном расстоянии чаще всего они немножко вдавлены в саму ягоду но в любом случае какую бы клубнику вы не взяли в рот семена выполняют роль абразива а это проверяет ваш организм на наличие хронического гастрита гастродоаденита язвенной болезни дискинезии желчевыделительных путей диспанкреатизма желчекаменной болезни хронического панкреатита все эти ситуации могут легко обостриться в при употреблении любой клубники но конечно в большей степени незрелую как определить зрелость клубники скажу чуть позже если ягода кислая да возможно ей не хватало тепла ей не хватало солнца потому как по биологии развития клубники в начале образуются органические кислоты которые впоследствии превращаются в сахара и кислая исходная она становится кисло сладкой а потом сладко кислой чисто сладкой клубника не бывает потому что органические кислоты все равно там всегда присутствуют органические кислоты химическим действием химическим способом раздражают желудок и обостряет все высшеперечисленные заболевания то есть настрит гастродонит язвенная болезнь аэрозидный гастродонит более того органические кислоты мало того что они не обладают желчегонным действием они спазмируют сфинтеродии увеличивая застой желчи провоцируют переход просто дискинезии желчеводелительных путей вы калькулезный холецистит или желчекаменной болезни это нужно учитывать в основном женщин у которых слабость печени слабость желчеводелительной системы фактически может реализоваться в такие неприятные достаточно заболевания если ягода сладко кислая да тут зависит уже от того как вы правильно выбирали и об скажу чуть позже в конце этого видео ягода однозначно должна быть сочной сочная ягода содержит и достаточное количество очищенной клубники воды и энергетические субстанции то есть углеводы в основном не глюкоза а другие углеводы это хорошо активирует энергетический обмен и помогает вам лечить и сезонный авитаминоз и депрессию без обострения у тех заболеваний про которые я только что говорил клубника конечно может быть и плотным до производитель для того чтобы привести клубнику в точку б из точки а если расстояние там исчисляется не десятками километров а сотнями либо тысячами должен выращивать конечно клубнику где больше клетчатки меньше сока меньше биологически активных веществ которые активируют обмен веществ ну вы можете такую плотную клубнику использовать как источник клетчатки да это подлечит вам дисбактериоз но опять таки плотная клетчатка вместе с косточками которые там есть вместе с семенами будет раздражать как минимум поджелудочную железу гастрит и все вышеперечисленные заболевания если вы все эти факторы учли все в порядке то дальше есть еще осталось всего птически два две основных особенности которые нужно учитывать это содержание клубники щавелевой кислоты и достаточно приличное количество витамина c если вы клубнику используете просто как есть или не знаете как его правильно комбинировать с другими продуктами питания то щавелевая кислота попадает в организм она очень любит кальций если вы клубнику смакуете неправильно то есть вы кушаете клубнику набираете полный рот клубника естественно щавелевая кислота будет выделяться она будет контактировать зубной поверхностью и образовать оксалаты кальций уже полости рта безусловно этой ситуации будет очень рад ваш любимый стоматолог потому что вы добавите ему работы а лучше конечно клубнику кушать правильно не торопясь вы взяли откусили кусочек что вкус клубники вы ощущаете только с рецепторов которые расположены на языке поэтому клубника лучше если она будет проходить через язык вы получите больше удовольствия от употребления клубники чем ваш стоматолог от латания дыр полости рта которые образуются таким легким способом если же вы глотаете естественно глотаете дальше щавелевая киста всасывается в кровь кальций там всегда есть вы теряете кальций уже и накоплены ранее в организме и с одной стороны в почках у вас образуются аксалаты которые вначале могут регистрироваться как эхо позитивные включения говорят у вас есть солевой диатез который при сохранении ситуации будет переходить мочекаменный болезнь присоединяется обычно пилонефрит ну и пилонефрит это напомню номер один по хронической почте недостаточности соли выделяясь периодически с мочой будут обострять у мужчин простатит вне зависимости от пола цистит и уритрит эти ситуации могут развиваться легко и просто в любом случае от дозы щавелевая кислоты вы теряете кальций а это значит кроме кариеса развивается остеопороз хуже развитие у детей они отстают в росте хуже идет зажимление ран и переломов снижается восстановление у спортсменов спорте с одной стороны клубника содержит много энергии казалось бы на ней хорошо заниматься спортом но если вы не знаете как справиться с щавелевой кислотой вы попадаете на ту же ситуации только с обратным знаком если же вы используете клубники более чем 300 грамм сутки то вы немножко будете перебирать с витамином c с одной стороны витамин c повышает работоспособность да и многие работодатели этим пользуются они советуют употреблять продукты или препараты содержащие большие количество витамина c я их понимаю но витамин c он в оптимальных дозах если брать клубнику то до 300 грамм в сутки он улучшает проницаемость сосудов а при передозировке вызывает патологическую хрупкость и ломкость и работоспособность начинает падать несмотря на увеличение дозы или применение других средств более того витамин c в принципе усиливает выработку стрессовых гормонов надпочек и является достаточно таким активным стрессовым фактором ну и мелочь на этом фоне от стресса очень легко умереть не понимая сколько стрессовых факторов может ваш организм выдержать а клубника в большой дозе может быть одним из них при передозировке клубники нарушается обмен веществ и в почках легко образуются урады это тоже не самая простая ситуация правда не опасная для жизни она скорее нарушает ее качество потому как цистит и уритрит и простатит и будут обостряться легко и просто в этом организме поэтому я бы советовал вам не перебирать с дозой сегодня а продлить сезон благодаря этому работают в этом направлении холодильники морозильные камеры и таким образом можно продлить сезон удовольствие употребляется достаточно сочную вкусную ароматную ягоду как правильно использовать в питании щавелевая кислота легко блокируется молочными продуктами но если вы используете сметану или сливки вряд ли вы справитесь со щавелевой кислотой и с аксалатами в почках не способны сметана и сливки заблокировать щавелевую кислоту если вы хотите просто какую-то клубнику под чем-то напоминающим по консистенции сметаны либо сливки вы должны использовать йогурт в йогурте есть кальций который может с щавелевой кислотой образовать аксалаты кальций уже в самом блюде в самом продукте и не пустить щавелевую кислоту в ваш организм или можете использовать цельное молоко или можете использовать творог или мозг можете использовать сыворотку или можете использовать рядом употреблять вместе с клубникой использовать твердый сыр выбор ваш результат будет иной вы бережете кальций накопленный в организме вы не рискуете обострением множества болезней которых я уже перечислил и вы получаете реальную пользу Вы используете именно полезные свойства клубники, а вредные оставляете за бортом. Чтобы узнать больше, как правильно выбирать клубнику, потому что тут имеет значение и размер, и форма, и цвет, и плотность, и другие показатели. Такое видео есть на моем канале, вы можете его просмотреть. Оно более подробно акцентировано именно на этих свойствах клубники. Как все-таки выбрать ту клубнику, которая вам нужна для вашего здоровья, а не для того, чтобы обострялись те или иные болезни и был повод для лечения. Ну а пока вы думаете ставить лайк или не ставить на это видео, отправлять его своим друзьям, знакомым, родственникам, я это видео с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения буду заканчивать и подумаю, какое видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале.